Ехали, ехали, вот какого дружка увидели, вот какого хомячка. Знакомьтесь, это Лемминг, обитатель тундры, имеющий для животного мира Арктики огромное значение. Начнем с того, что им питаются буквально все, от полярных сов и песцов до северных оленей. Да-да, в их рацион, если что, входит не только мох. С чего начинается Арктика? Для неугомонного путешественника-экстремала Салтая Александра Проваторова знакомство с Северным Ледовитым океаном началось с другого знакомства с питерским искателем приключений Андреем Светошовым. Именно он выступил идейным вдохновителем этой, не имеющей аналогов в мире моторизированной экспедиции. Тундра, мы еще в прошлом году убедились, что это очень непредсказуемый и опасный профиль, ничуть не уступающий горам. С учетом того, что приходится идти по туманам, ты постоянно в молоке, это белый омглад и слепой часто идешь. Вот вообще не можешь видеть и не можешь, ты только можешь чувствовать каньон, который тебя поджидает. А каньоны иногда и там до 50 метров бывают отвесные. Просто люди улетают и уже оттуда. В 2016 году они втроем прошли отрезок от Архангельска до Урала. Попытку преодолеть этот маршрут питерцы к тому моменту уже предпринимали трижды. И трижды были вынуждены отступать. После удачного прохождения в головах путешественников и зародилась идея совершить кругосветку, на которую до сих пор не отваживался никто. Должны были идти вчетвером, однако в процессе подготовки остались вдвоем. Старт решили не отменять. В итоге за три недели преодолели три с половиной тысячи километров. Это было немножко сумасшествие идти вдвоем, такой сложный маршрут по дне населенки. Но как-то рискнули. Ну и вот, как видите, вернулись. Арктика – суровая территория. В таких условиях техника долго не выдерживает. Впрочем, техника не подвела, подвели люди. Нет, не жители севера, люди из большой земли. Бензин для своих снегоходов путешественники заказали заблаговременно. Однако, когда прибыли к месту старта, выяснилось, что доставленное топливо совершенно никуда не годится. Завезли тысячу бочек какого-то паленого бензина. Ледокол Седов обычно обслуживает всех полярников, метеорологов и завозит им по заявкам бензин. Мы оплатили этот бензин и нам завезли на станцию Диксон, на метеостанцию Челюскин. И бензин оказался непригодным. В итоге пришлось покупать топливо по двойной цене. Его качество, в принципе, тоже оставляло желать лучшего. Однако снегоходы доехали. Что касается компенсации, найти справедливость и на юге-то нелегко. Чего уж там про севера говорить. Везите образцы, мы вам заменим. Ну, наверное, что-то произошло. Ну, представляете, за 10 тысяч километров привезти бочку бензина, доказать, что она плохая, что она именно отсюда, доказать, что она плохая и получить ее взамену. Ну, конечно, никто этого не будет делать. Ну, извинились, извинились. Это не капитан ледокола, это не от него зависит, а от снабженцев, которые этим занимаются. Это делается по тендерам, там, по-моему, там проводятся государственные торги. Кто выигрывает торги, тот подсовывает вот этот бензин. А в Диксоне, кстати, двух отчаянных экстремалов и вовсе едва не отправили за решетку. История банальная. В Диксоне есть дорога автомобильная через проливчик, метров, наверное, 200-300 шириной. Так вот, нас арестовали на Диксоне за то, что мы двигались по льду на снегоходах, нарушая тем самым водные пути. То есть, как только мы сошли с берега, мы нарушили погранзону. И за это нас, так сказать, ночью скрутили голыми и почти, так сказать, вот голыми отвезли в КПЗ. Но это скорее исключение, чем правило. Там же в Диксоне путешественникам просто так, под честное слово, дали две бочки бензина. Впрочем, Диксон – это поселок. Что касается встреч в тундре, они проходят совсем по-другому. Встречи на севере вообще, встреча с людьми – это всегда праздник для всех. И для путешественника, и для человека, к которому ты приходишь в гости. Людей там мало, они очень редко приходят в гости друг к другу. Поэтому люди рады. Наверное, на заре человечества люди так друг друга встречали, как сегодня на севере. Ведь в городе мы так друг к другу не относимся радостно. В прошлом году мы встречали двух медведей. В этом году так нам не хотелось встречаться с ним, и мы его не встретили. Нам повезло, что мы не стреляли ни разу, никого не убили, слава богу. И нормально. Хотя дикие звери – это в первую очередь медведь и росомаха. Там очень пакостные звери. Ненцы так те даже просили людей из большой земли. Дескать, если где встретить росомаху – убивайте сразу. Слишком серьезный урон хозяйству северных кочевников она наносит. За мысом Челюскин начинается океан, который в этом месте практически никогда не замерзает. Спускались на мыс путешественники через горы Быранга. Это самые северные материковые горы на планете. Холод – это не очень приятная штука, особенно когда тебе уже много лет. Сильного холода нет. Первые четыре дня у нас было 25-27 температура. Ну и ветерок метров 10-15. И, конечно, ты вообще в снеге ходишь, ты как голый. Тебе нужно двигаться. Ни одно при таком сочетании температура и ветра ни одна одежда не спасет. А ты едешь 12 часов. Как сосулька на самом деле. В отличие от восхождения, где прожорливость членов экспедиции напрямую зависит от высоты над уровнем моря, в тундре все иначе. Аппетит присутствует. Очень хорошо. Аппетит хороший. Меню путешественников в северных широтах особым разнообразием не отличается. Да и некогда на маршруте особо трапезничать. Гречка с тушенкой, геркулес по утрам со сгущенкой. Геркулес, чай, кофе. В 12 часов ты едешь. Сильно времени нет питаться и разъедаться. Поэтому сбросили. Андрей 7 килограмм, я 5 килограмм тут за три недели. Теперь чувствуем себя легче и лучше. Оздоровительный тур по Арктике. Так в шутку они назвали свое путешествие. Дело в том, что в столь экстремальных условиях организм напрочь забыл про все накопленные в цивилизованном мире болячки. В длительной экстремальной ситуации иммунная система настолько управляет организмом, настолько включается и помогает. Помогает бороться с любыми недугами, болезнями. Даже очень серьезные. Доказывать не надо. Я на собственной школе это чувствую. Каких-то сверхсложностей не было. Сложность это то, что ты настолько далеко, что при всем желании тебе никто не поможет. Да, есть у тебя спутниковый телефон, но это железка, это аккумулятор, это питание, это спутники над тобой. То ли он сработает, то ли нет. Не каждый день срабатывал спутниковый телефон, потому что там мало спутников на самом деле. Это техника, это тоже железка, которая работает на бензине. То ли она сегодня заведется и повезет тебе, то ли нет. Весь маршрут они шли налегке. Ничего лишнего. Ни печей, ни дров. Основной груз это бензин. Он сзади, в санях. Приходилось запасаться им примерно на полторы тысячи километров автономного путешествия. Склонность к походному аскетизму помогла совершить почти невозможное. В этом году на мыс Челюскин, а это 78-я параллель каких-то 1300 километров до Северного полюса, должны были выйти четыре экспедиции. Три повернули обратно. Дошли только они вдвоем. То, что называется вопреки логике и здравому смыслу. Это удивительно. Ты просто улетаешь на какую-то... Ну, настолько далеко. И настолько ты далек от цивилизации, от близких, от привычного образа жизни. Я так далеко еще никогда не был. Дальше, мне кажется, только на Луну улететь. Взаимоотношения между двумя участниками, это сложнее всегда, чем между тремя и более. Это тоже приходится терпеть, приходится это переносить, как данную трудность. Я не ожидал, что это будет так тяжело, но тем не менее, тоже, в общем-то, справились с этим. Все-таки возрастные. Возрастная парочка подобралась. Оба такие матерые путешественники, там, мастера за мастера. Вот, очень многое прошли, за спиной очень много всего. За пять лет они планируют обойти Ледовитый океан по периметру. Маршрут пролегает по территории четырех стран. России, США, Канады и Дании. Барнаульский путешественник Александр Провоторов как-то признался, что любой экзотики предпочитает беспрецедентность. То есть и маршруты, и места, в которых до него еще никто не бывал. Хочется тебе подходить к той черте, вот, между жизнью и смертью. Ну, если так громко сказать, вот, почему экстремальщики, которыми нас называют, в общем-то, ну, вот они к этому стремятся часто. Ну, именно после того, как ты вот остаешься жив, ты возвращаешься, тебе так здесь-то хорошо, так жить хочется. Это сто процентов. Субтитры создавал DimaTorzok